всем доброго афонского утра приветствую всех много раз просили меня сделать долгое длинное видео сделал милости прошу не будет просмотров или что-то не понравится ну не в защите больше тогда делать не буду назвал ролик истории одной поездки чтобы в деталях показать как у нас что проходит например посещаем монастырь ватопед скит или пророка монастырь пантократор естественно русский святый пантелеймонов монастырь монастырь ставр никита иверский монастырь с одноименной чудотворной иконы божией матери иверская келью преподобного паисия святогорца скит андрея первозванного сербскую келью млекопитательница монастырь ксенофонт русская келья модеста иерусалимского монастырь дахиар чудотворные иконы скоропослушницы монастырь симона петра расположена высоте 330 метров над уровнем море келья святитель спиридона тримефонского и это далеко не полный перечень мест и святынь которые вы посетите с тульским паломником дорогие друзья сердечно всех приветствую паломничество наше проходит по прежней схеме взлет посадка из москвы в константинополе небольшой отдых пересадка снова взлет посадка и вот мы греции держим путь в небесный град уран упали откуда отправляются паром и либо катера либо скоростные лодки на святую гору афон кстати в салоне как вовсе устанавливается аппаратура для считывания биометрии всем доброго афонского утра если вы не заезжаете на фон на первом пароме который отправляется в 6 30 утра то можно проснуться в 7 часов получить свои демонитерины и вперед кстати последнее время мы заезжаем на афон со стороны города ирисо такси от уранополя до ирисо стоит 25 евро первая остановка монастырь ватапет чудотворные иконы от рада утешения всегда просим помазать здесь нам маслицем лобик вот опеде 7 чудотворных богородичных икон одна из главных божья матерь все царица где всегда молимся о болящих онкологии передаем ваши записки сорока уст и как говорят насильники монастыря ватапет ну естественно каждый хвалит свою говорят что в других монастырях богородица бывает а ватапет она живет далее дорогие братья опять полезная информация основные деньги на перемещение тратится если за вами подается индивидуально либо автобус либо джип и так далее вот из монастыря ватапет в эллинский скит мы вызвали такой автобус который стоил 80 евро хотя там ехать всего 20 минут чудотворный список иконы божьей матери тихинская два огромных ковчега с мощами святых угодников божих все святи и молите бога о нас второй ковчег каких только мощей здесь нет и чудотворные иконы собственно пророка или которым посвящен скит сты и пророче божий или моли бога нас дорогие мы если феврале на афоне была ранняя весна в марте была поздняя весна то в апреле в начале месяце уже это я обыскал начало лета прибыли монастырь ставорникита чтобы поклониться мозаичной иконе святитель николая устричного увидел ящерицу решил ее догнать но к сожалению или к счастью ящерица бегает быстрее чем человек святите очень никола и моли бога о нас вот данной иконе святителя николая чудотворца устричного рассказывал неоднократно можете видео об этом найти на моем канале святить очень никола и моли бога о нас путешествующим с путешествуй кстати вот фреску святитель николай перед входом закрасили вот такой вот новодел ужасный это афонская роза дорогие сестры зрительницы и подписчицы моего канала для вас то что сейчас на моей головой просвечивается просто небо чуть позже будет все в гроздьях винограда соленая купаться на фоне нельзя а вот ножки помочить братья решили а вот а вот Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Закончился первый день Прошли 15,6 километров Надо отдохнуть Итак, день второй В монастыре Пантократор Пытаются расширить Скажем так, морской Въезд Чтобы запустить Катер или лодку Чтобы спокойно заходила На монастырскую пристань В глубине Скажем так Вот с этой целью Там и следует дно водолаз Слишком большой Перепад глубины То есть надо очень много Разобрать камней Ну а мы ждем Катер Адигитрия От монастыря Пантократор До Иверского Вся поездка Занимает примерно 10 минут Больше интересного В моем телеграм-канале Ссылка В описании Не подписан На мой Ютуб-канал Сделай это Незамедлительно Поскольку это побережье Уже открытая часть моря Здесь часто шторм Эта лодка ходит Только когда Благоприятная погода Вот как сегодня Например Штиль Все, слава богу Субтитры создавал DimaTorzok Прибыли в монастырь Верон Где находится Икона Божьей Матери Одноименная Иверская Хранительница Афона Она же Вратарница Пойдем Помолимся Вышло в Иверске Много Людей Уютный дворик Монастыря Верон Которому Чуть более Тысячи лет Монастыря Автобусы из монастыря Иверон В столицу полуострова Афон Корье В 13 часов 30 минут Стоимость проезда 2 или 2,5 евро Очень дешево Вспоминайте А мы тем временем Перемещаемся В скид Святого апостола Андрея Первозванного Много еще Нуждаются В ремонте В Андрейском Скид Хотя бы что-то Они сейчас Уже начали Делать А то как Русский Скид Как грекам Перешел Как последний Монах умер Так с тех пор Практически Ничего и не делалось Вот брат Сергий из Беларуси Встретились На Святой горе Афон В пользу случаем Передаем Брату Павлу Возьминское Поклоны ждем На Святой горе Аминь Сегодня ночуем В Андреевском Стех Апостол Андрея Первозванный Моли Бога о нас А здесь вы видите Актуальное расписание Когда открыт Соборный храм Протата Где находится Чудотворная икона Божьей Матери Достойной есть Спустились Чуть ниже В монастырь Кутлумуш Где чудотворная икона Богородицы Страшное Предстательство Милующая И Иатриса Врачевательница Ну а мы Держим путь дальше Мимо кельи Старца Гавриила В келью Преподобного Паисия Святогорца Дорогие братья и сестры Пришли К старцу Гавриилу Но Старчик по прежнему На лечении В Солониках После операции Так что Не ослабляем Молитву За схемонаха Гавриила Дай Бог ему здоровья Надеемся Что В ближайшее время Горят к Пасхе Он на Святую Гору Афон вернется Так что Дай Бог Все молимся Досмотрев это видео до конца Ты узнаешь Самые свежие новости Вот пришли в келью Преподобного Паисия Святогорца Как всегда Как и при жизни Он угощает Лукумом Обязательно Здесь паломники Берут лукуму Там пьют водичку А потом уже Звонят Чтобы их пустили Давай Аркадий Отлично Ждем Так закончился Наш второй день Пройдено Почти 17 километров В паломничестве Все ставят Разные цели Кто-то Посетите Монастыри Приложиться К чудотворным Иконам К мощам Святых угодников Да Это все И всегда И это Совершенно правильно Помолиться Точнее Посмотреть Как молятся Монахи И постараться Может быть Поучиться У них Спросить Какого-то Духовного Совета Вразумления Благословения Мои же цели Как организатора И гида Во всех этих поездках Помимо Всего вышесказанного Очень часто Практически В каждой группе Есть люди Которые В нашей Мирской жизни Обычно Не воцерковленные Не часто Посещают храм Еще реже Или вообще Никогда Не исповедовались Не причащались И вот Мои задачи Чтобы такой человек Сделал Первый шаг На пути К Богу И начинается Это Именно С исповеди И с причастия В этот раз Все тоже Слава Богу Получилось Поэтому Считаю На этой неделе Моя миссия Выполнена После литургии В Андрейском скиту И вкусной трапезе Ризотто С креветками Мы отправились В сербскую келью Млекопитательница Где хранится Одноименная Чудотворная Икона Единственная В мире Где Божья Матерь Кормит грудью Младенца Иисуса Христа Отца Никодима В келье Млекопитательница Как всегда Идеальный порядок И красота Ну а дальше Нам пора В русский Святый Пантелеймонов Монастырь Для этого Из столицы Полуострова Не обязательно Ехать Пристань Дафни Можно выйти На остановке Монастыря К Серпатам И за 30 минут Добраться До монастыря Пешочком Пешочком Праздник Благовещения Совпал С креста Поклона Неделей Об этом Уже был Ролик Отдельный На моем канале Сейчас вам Предлагаю Лишь послушать Песнопение Братья Русского Монастыря Песнопение Песнопение Песнопения Воскресенье Твое Славь Русше Господи Песнопение Славь Русский Песнопение Господь и Святое, Воскресение Твое славит. А перед Сеночным бдением мы быстренько сходили в монастырь Дахиар, поклонница чудотворной иконе Богородицы Скоропослушницы, и зашли в монастырь Ксенофонт, где хранятся мощи великомученика Георгия Победоносца, его чудотворная икона и икона Божией Матери Адегидрии. В этот день мы прошли почти 22 километра. Заканчивается наше паломничество. Афон зовет. Одна благодать. Обязательно вернусь. Спасибо, Василий. Очень легко. И было тяжело. Красиво, интересно. Интереснейшие люди. Одна благодать и энергия. Я буду ее хранить. Спасибо, Господи. От кели святителя Модеста до монастыря Симона Петра полтора часа. Вот идем. Мы не то что бежим, но так бодренько идем. На связи. Вот Симона Петра. Вот гора. Вон Григориад. А уже за поворотом там где-нибудь сядут. Ну, с такого балкона, конечно, братья все снимают все. Чтобы отправить домой. Показать все эти красоты. Все-таки 330 метров над уровнем моря. Действительно красиво. У-у-у-у. У-у-у-у-у-у-у-у. А вот еще Андрей. Одна из главных святынь обители, мощи святой, равноапостольной Марии Магдалины. Имеет температуру человеческого тела 36,6 градусов. Прикасаешься к мощам, а они теплые. Приложились к мощам. Там в одном ковчеге находятся мощи Марии Магдалины, часть Дотворящего Креста Господня, мощи святой и праведной Анны, мученика Трифона и великомученика-целитель Пантелеймона, которые очень сильно благоухают. Так что слава Богу, приложились, помолились, идем обратно. В тот день у нас был забронирован ночлег в келье святителя Модеста Иерусалимского. И в этот вечер, было Благовещение, 7 апреля, по всему Афону была совершенно замечательная радуга. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Павел, я паломник из города Костромы. Я в первый раз побывал на Афоне. Эта поездка для меня, наверное, была самым лучшим и самым значимым путешествием и духовным укреплением в моей жизни. Те чувства, которые меня наполнили и которые меня переполняют, словами не передать. При любой возможности, и даже если у вас нет возможности, ищите ее, молитесь, чтобы побывать в этом поистине уникальном, духовном, насыщенном месте. Всем долгое и благое лето. Аминь. Затем мы провели ночь в келье святителя Спиридона Тримифунского. О ней тоже есть ролик на моем канале. Советую посмотреть. Посетили еще ряд обителей, о которых, надеюсь, сделаю отдельные ролики. И прошли за всю поездку более 85 километров. Дорогие друзья, братья и сестры, завершается очередное паломничество. Мы провели, как мне кажется, совершенно замечательную неделю. Точнее, пять ночей на Святой горе Афона. Обычно так строю в своей поездке. Всего она занимает семь ночей. Из них пять на Святой горе. Многое-то или мало решать вам, но особенно для тех, кто впервые посвящает Афон, посещает, посвящает свое время, свои силы этому уделу Божьей Матери. В общем-то, хватает. Особенно сейчас, с Великим постом, долгие службы, особо скромные трапезы. Ну, а переходы, пешие перемещения, это все в полном объеме. Так что, слава Богу. Как я люблю говорить, паломничество завершается. Паломничество продолжается. Всех жду на Святой горе Афон. До встречи, как говорят греки. Ты молодец, досмотрел это видео до конца, и тебя ждет сюрприз. Точнее, новость. Старец Грилл Корейский, как и обещали, вернулся на Святую гору Афон. Ближайшая поездка у меня с группой на Светлой Седмице. Обязательно его, Бог даст, посетим. Есть два места в группе на праздник Вознесения Господня. Помолимся на Святой горе Афон. Звони, пиши. Буду рад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok